Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. Это девиз программы «Лобби-холл на Ветте». Меня зовут Станислав Уланов. Бывают случаи, когда вполне справедлива поговорка. Без молока сливок не бывает. То есть одно невозможно без другого. Это же самое можно сказать и про развитие сельского хозяйства и программу газификации. Об этом, вернее и о сельском хозяйстве, о том, как продвигается газификация в Пермском крае, поговорим с гостем студии. Депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Пермь» Николай Благов. Николай Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, для 20-го округа, как и для всего Пермского края, в целом стартовала уже достаточно давно ответственная пора. Сейчас, можно сказать, самый ответственный этап продолжается – сельхозсезон. Расскажите, что происходит. Как дела у нас вообще? Я бы хотел сказать, ожидали большего, но имеем то, что имеем. Сельское хозяйство достаточно с серьезной динамикой последние 4-5 лет развивалось. Особенно мы начали догонять соседние регионы и ставили себе такую задачу – производство молока, молочных продуктов. Мы на 80% обеспечиваем себя с натяжкой, потому что 10% такие спорные. 70% – железно. 72%. Вот эти 28% – это была цель. На 100% обеспечение не завозить из такой, вроде бы, не очень географически выгодно расположенной соседней Кировской области, из Екатеринбурга, ну или Тюмени. Я понимаю, что торговля, связи можно завозить, не надо нигде никакие рогатки стоять. Но выращивать, корма, кормить и получать хорошее молоко мы можем на своей территории. И все к этому шло бы хорошо. И в Министерстве сельского хозяйства произошли значительные улучшения в финансировании. Новая власть, новый губернатор и правительство отреагировали. Как всегда, не в полном объеме. Ну, тот, кто просит, всегда хочет больше. Я бы мог приводить цифры о том, что налогов сегодня на целый миллиард больше собирает сельское хозяйство, чем получает так называемых дотаций. В мире немножечко по-другому. Ну, придем мы к этому. Так вот, все, казалось бы, хорошо, два удара подряд. Два серьезных удара. Прямо этот год интервенция с этим сухим молоком. И я молчу про фальсификацию, он был, есть и будет, бороться с ним надо. Ну, и второй удар, вы сами видите, что творится на заправках. А мы же еще не отселись. У нас такая климатическая зона, ну, все говорят, рискованная зона земледелия. У нас не рискованная, а просто слабопригодная для земледелия, для высокотехнологичных видов растительности мы просто непригодны. Мы выращиваем 15-20 центнеров, радуемся, прыгаем до потолка, если 20 центнеров собрали зерна. Ну, разве мы можем конкурировать с тем же Ростовским или Краснодарским краем, где 80 – это не предел, а 65-70 – это вообще считается слабым урожаемым. С того же гектара. Потом высокотехнологичные виды культур всегда требуют материальных затрат. Вот чтобы посадить и убрать зерно, надо минимум 7-8 раз техникой войти в поле. Догадывайтесь, да? Спахать, прокультивировать, посеять, собранить. Это все бензин, топливо. Да, это все дизелька, это корневая, листовая подкормка, протравка и уборка. Вот это все складывается. Так может, ну и его зерно? Думаю, что мы уже к этому пришли. И может быть, сейчас нет таких планов на зерно, вот нет разнарядки, как было при Советском Союзе. Где-то в стране это хорошо, где-то это плохо. Для нас, наверное, тоже хорошо. Мы должны искать свой путь. И путь этот ищется. Есть несколько предложений. Предложения были интересные. У нас и лен неплохо растет, и конопля. Но все они тоже высокотехнологичные. Вот сейчас обсуждается предложение. Лично я его очень поддерживаю. Имея кое-какие навыки в сельском хозяйстве, ну, может быть, не сильно в растеневодстве, больше в животноводстве, считаю, что как раз оно такое прилагательное к животноводству и к той идее нашей, что мы должны все-таки молоком, молочными продуктами и мясом накормить свой край. Мясом обязательно. Говядина почему сегодня еще в дефиците, настоящая говядина, не та, которую откуда-то завезли и где-то вторичку сделали. Знаете, вот выбраковка скота после молока не дает того мяса, которого мы все ждем. Но его можно использовать как мясо. В лучшем случае можно было бы как-то перерабатывать, добавлять что-то или утилизировать для производства кормов для животных и еще что-нибудь. Потому что она прожила там 10-12 лет корова, выдаилась вся, из нее выдашли все соки. Мясо не того качества. Мясо хорошее, это когда, мы о нем сейчас все говорим, мраморное мясо. И оно у нас уже десятками тысяч есть хозяйство держит. Гирефордов, Абердин-Ангусов. В Пермском крае такие хозяйства есть? В Пермском крае есть такие крупные хозяйства. Я около 150 голов держу гирефордов. И вам скажу, что просто уникальная у нас здесь природа. Мы уникальны. Вообще по травостою. Вспомните самые неудачные года. Весь юг России и даже до Татарии и до Башкирии доходила засуха. И они оставались без сена. Они ехали сюда любым транспортом. У нас есть колоссальная возможность использовать нашу реку. И вообще стать краем, который производит и продает корма. Одна из идей – это бобовое растение. И он очень хорошо живет на наших почвах. Его наши кислые почвы не сильно козлятник угнетают. Не надо выщелачивать почвы. Он 20 лет без высокотехнологичных процедур. Посадил 20 лет два укоса в сезон. Это прекрасное бобовое растение. Нам надо всем вспомнить. Когда-то в каждом колхозе-совхозе стояла АВМ. Автоматическая линия по производству травяной муки. Они были несовершенны. Очень несовершенны. Советского производства для сушки и переработки использовалось дизельное топливо. Стало невыгодно, когда подорожало топливо. И всех разобрали на металлолом. Сегодня есть высокотехнологичные линии. Не только Запад. И Россия уже делает свои линии. Белоруссия делает. И в России есть аналоги. Недорогое оборудование. Около 25 миллионов в целом. А если бы еще суметь часть этого оборудования производить здесь. Потому что мы в этом-то плане край отличаемся от многих других. Выгодно отличаемся. Дорогим является барабан. Его можно было спокойно на одном из заводов расположить. Заказ. И сразу цена бы еще упала. Там миллионов на пять, на семь. Вот если нам в крае предположительно. А эту идею разделяет и министр сельского хозяйства. И ряд крупных специалистов. Мы бы могли производить гранул. А гранулу можно произвести десятки видов. Растение собирается, сушится, измельчается, прессуется в гранулу. Употребляют все виды животных. Все. Корова, лошадь, курица. Сегодня два завода таких у нас работают. Крупных. Немножко старой технологии. Но уже на газе. Это на двух птицефабриках. Чайковском и наша Сылвинская птицефабрика. Пемская ее называют. Они производят. И себестоимость такой гранулы. Я думаю, что не больше 7-8 рублей. Реальная цена. Цена комбикорма. 25 рублей это гранулы стоит. Покупатели море. Весь юг России. Турция. Иран. Туркмения. Все Прикавказские республики страдают у них без кормницы. Они бы могли увеличить производство скота. Но нечем кормить. Получается, хорошо бы, если бы. А вот, собственно, будет ли. Насколько реальны вот эти перспективы? То, о чем вы говорите. Я думаю, что более чем реально. Я уверен, что до 2020 года минимум 4-5 заводов таких будет уже работать. Один из крупных. Я не буду называть фамилии бизнесменов сегодня за свой счет. Я думаю, если Бог даст, я тоже поставлю одну из линий. Самое главное. Вот я сейчас возвращаюсь к логистике. У нас есть река. И мы по этой реке в Каспии идем. У нас там, получается, даже импортные заказы появляются. Надо их прорабатывать. Просто у меня в Краснодаре есть немножко земли. Я там выращиваю разные растения. В основном занимаюсь тоже бобовыми. Люцерную выращиваю кормами. И на меня турки выходили раза 4. Но они хотят объема. Им нужны объемы. Они выращивают баранов. Они выращивают крупный рогатый скот, птицу. У них, к сожалению, если кто бывал в центральной Турции, это полупустыня. Вырастить очень сложно и очень дорого. Николай Евгеньевич, скажите, а вот у вас откуда такие глубокие познания и такой интерес к сельскому хозяйству? Глубоких познаний нет. Для глубоких познаний надо было бы и учиться, и совершенствоваться. Конечно, верхушек нахватался. Есть просто тяга. Я всю сознательную жизнь занимаюсь сельским хозяйством. Вырос я и школу закончил в Ростовской области, в Станице-Багаевской. И мы все дети росли с детства при хозяйстве. Потому что, чтобы троих детей накормить, мы вынуждены, семья, родители вынуждены поддержать и корову, и телку, и гусей, и кур, и уток, и свиней, и огромный огород. И мальчишкой я проклинал сельское хозяйство и думал, ну, это же все, это каторга, это же обязательный. Родители ушли на работу. Ну, там, конечно, все было приготовлено, там, начиная с третьего, четвертого класса, я должен был пробежать, раздать корма. Там же уже футбол, там же уже друзья ждут. На огороде надо палить, а там постарше стал. Вообще, это было хлопотно. И думал, что, ну, самое неблагодарное, брошу. Повзрослел где-то лет, наверное, с 23-24 я завел. И никогда не прекращал его держать. А так, чтобы что-то достичь, надо все равно почитывать. Никогда не стыдно учиться. Мне уже 61 год. Вот, и если попадается человек, который знает больше меня, я с раскрытым ртом сижу и смотрю в этот рот и пытаюсь. Ну, потом сейчас интернет так доступно. Раньше мне все было на бумажных носителях. Сегодня можно любой вопрос задать. И версии его посмотреть несколько. Потому что одно мнение не всегда правильно. Вот только так. А почему держу? Ну, первая цель. Я очень люблю своих близких. Не только близких, это свою семью. Я очень люблю и уважаю своих товарищей и друзей. И целью было, в первую очередь, себя накормить. Потому что стоит сомневаться в ряде продуктов, которые мы сегодня видим на полках наших магазинов. А когда мы знаем, чем мы покормили эту курочку, тогда это яичко очень приятно утром на завтрак употребить. Давайте поговорим об еще одном важном аспекте развития сельских территорий. В крае это газификация. У нас действует программа, но действует она не без, так скажем, сложности и проволочек. В частности, «Газпром» и «ФАС» не могут найти общего взгляда на вопрос денег. Как всегда, это самый дискуссионный вопрос оказался. Но вот расскажите, как продвигается ситуация. Все-таки есть надежда на то, что и волки сыты, и овцы целы. Ну, намеренно никого не хочу тут волками и овцами называть. Давайте в глубину. Вот «Газпром» и «ФАС» — это там личные. Нет никаких проблем, они надуманы. И поиск денег в нашей организации, он тупиковый. Я ведомости в правительство Пермского края предоставил по зарплатам, которые получают сотрудники нашего предприятия, живущие на периферии особенно. Ну и средняя зарплата у нас 30 тысяч рублей. Это в целом, вы знаете, как средняя высчитывается. А так 16-17 до 20 тысяч. А рублей всего лишь получают сотрудники, которые работают, допустим, в Аханске или Чернушке, или Чайковске, на периферии. Что оттуда можно отнять? Да нет у нас гипертарифов и все остальное. Этот поиск был, ну, он тупиковый. Квалифицированных специалистов не хватает. Если мы им не добавим, даже не убавим, это не повело бы к убавлению. Перестанет высокотехнологический транспорт появляться. То есть управление, которое выезжает на аварию, не может быть без аварийной машины и быстро среагирующей. Не может быть без специального инструмента или экскаватора. Потому что часть газопровода, большая часть под землей. Хорошего уже экскаватора. На плохой просто людей не найдешь. На старенький с ведром масла бегать. Сегодня мы не можем. Кадровая политика очень тяжелая. В Перми тем более. У нас конкуренты все в два раза больше платят заработную плату. У нас нет большой текучести кадров. И тот, кто пять лет отработал, спасибо этим людям, не уходит. И мы сегодня еще отвечаем за главное, за что мы должны отвечать. За безопасное, безаварийное поставку голубого топлива в каждый дом. Мы когда-то оказались в уникальном положении. И все крупные газопроводы, транзитные, которые идут на Европу, в центр России, 15 магистральных газопроводов высокого давления проходят через Пермский край. И «Газпром» тогда правильно отреагировал. И сделали аж 74 ГРС. ГРС – это очень дорогое сооружение. Это газораспределительная станция, которая с очень высокого давления понижает до того, которое можно употреблять уже и населению, и промышленным предприятиям. Их аж 74. То есть, вот все, казалось бы, понимаете, карта легла. И надо было, чтобы наш край не Белгородская область, которая на 100%, там 99,9% газифицирована, и занимается теперь перекладыванием газопроводов ранее построенных под землю, чтобы не портить вид вот этими желтыми трубами вчерашним днем. То есть, уже на следующем этапе получается. Да, она уже занимается со своей спецнадбавкой, перекладывание, прячет, украшает свою область. А Пермский край должен был на 100% газифицирован. Но, видимо, так сложилось в руководстве или в целом. Вы же понимаете, что руководство – это тоже мнение определенного круга людей. Так, как в каждой семье. Вот начнем жить лучше, тогда и сделаем. Мы взяли и отложили эту программу газификации, когда это все было значительно дешевле. Когда это те же материалы, те же трубы, все, и работы, и зарплаты, все было дешевле, и все можно было давно сделать. Мы отложили города, газифицированные не на 100% в Перми. Вот сейчас, по последним данным, 17-18% территории самой столицы нашей не газифицированы. Понимаете, что 26-28% газификации сельской местности – это не только неудовлетворительно, это катастрофически плохо. Мы сегодня взяли на себя огромные планы. Второй этап газификации все равно будет, как во всех субъектах Российской Федерации, за счет частично бюджета Пермского КАЭ. Нет другой формулы. Об этом я говорил и полтора года, и год назад, и на законодательном собрании. И 99% депутатов нас поддерживают. Понимают. Понимают почему? Потому что не так давно закончилась избирательная программа, в которой каждому депутату вот те намучившиеся люди, имеющие право на такие блага, не такие уж они супер, если в Германии в каждом доме практически. Другое дело, каким способом. Будут найдены небольшие, средние деньги, они увеличатся до определенного размера. И мы в ближайшее время достаточно хорошо газифицируем край. Газпром не отказывается, несмотря на тяжелое положение за должностью. Мы рекордсмен в Российской Федерации по использованию бесплатно природного ресурса, такого как газ. Реально 3,700 сегодня за должность, вот это взят газ, и никто за него не собирается платить. Газ не приравнивается к товару, это услуга. И поэтому завести уголовное дело и кого-то привлечь к ответственности очень сложно. На последнем этапе, конечно, большое понимание, большая поддержка администрации. Если предыдущая администрация просто не хотела понимать, не будем ни фамилии, имен называть, мы не судим, да не судим. То и силовики относились так как-то, ой, этому богатому Газпрому что там, подумаешь, лишний там миллиард. За все надо в этой жизни платить, тогда будет развиваться. Вот это, конечно, отечающий факт. Мы бы могли значительно больше выпросить денег у Большого Газпрома, но программа в 4,5 миллиарда остается. В этом году еще 8 крупных магистральных газопроводов проектируется. Мы два колоссально больших газопровода заканчиваем. Обрадовать хочу всех жителей Пермского края, особенно столицы и Пермского района, живущих вдоль реки Сылва. Это вдоль всей нашей Сылвы. Вся наша, назовем ее курортной зоной, назовем ее зоной отдыха. От поселка Сылва до Большой мостовой. И в недолгом будущем, я надеюсь, мы там закольцуем еще с ГРС Лобану. То есть и вот те все поселки тоже получат газ. Сельхоз производителям желаю успехов. В исполнении программы газификации также желаю, чтобы все проходило без сучка, без задоринки. Мы будем рады видеть вас снова в нашей студии. Спасибо, что вы были сегодня у нас в гостях. Спасибо. Вы смотрели Лобби Холл на Ветте. Сегодня у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор Газпром Межрегион Газ Перм Николай Благов. Меня зовут Станислав Уланов. Увидимся на Ветте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова